Отлично, история проясняется. Нас зовут Даниэль, мы каким-то образом стерли себе память, но перед этим написали себе записку, что нам нужно убить этого броденбургского какого-то хера, короче, который старый, слабый, сильный и молодый. Это хорошо. Плохо то, что за нами идет тень и нам по-любому жопа, как следует из записки. Единственное, что нам нужно, это постараться продержаться как можно дольше. Оптимистичный, я бы сказал, и теперь давайте посмотрим, что это такое. Масло. Хорошо. Так, давайте посмотрим. А масла у нас мало. Может его вот так вот? Ага, понятно. Все понятно. Довольно-таки быстро кончается, кстати, я бы сказал. Задвинствовал. Поэтому надо экономить. Надо экономить. Так, что здесь? Дизайнеры поработали на славу, все полочки чем-то забиты, и это хорошо. Я вижу, какой-то рычаг. Так. Какая-то дверь. И мы выходим в холл. Здесь там не гулять, тень. Пока что не особо страшно. Они не могут сильно меня напугать этими землетрясениями, внезапно открывающимися дверями. После кондемната, золок толку, дома кошмаров. Это уже как-то, ну, стандартный. Я к этому привык. Закаленный в боях, можно сказать, игрок в ужастике. Так, что это за птички летают? Но, в принципе, в целом атмосфера какая-то такая, конечно. Довольно-таки кто-то... Кто-то плачет там. Ладно, сходим, скоро проверим. Это в замке, Александр? Да, в каком-то смысле. Пойдем, возьми фонар. Ты был в камере переработки, верно? Не думаю. Она связана с... Как вы назвали это место? Внутреннее святилище. Самый главный зал в замке. Он находится за камерой переработки. На самом деле... Он в глубине скал под Бренненбургом. Понятно. Это что такое у нас? Это у нас был очередной флэшбэк. Нам, видимо, все... Что-то ты запаришь, блин. Какой-то дерьмовый сквозняк пугает меня постоянно. Нам сюда, что ли? Я, конечно, думаю, что надо бы сначала осмотреться, но... Это что за херняюще? Какой-то растянутый по стенкам фарш. Масса липкая и упругая. Руками или инструментами не разорвать. Но можно пролезть, скажем, вот здесь вот. Неужели ты такой толстый, Даниэль? К сожалению, мы не можем пока себя увидеть. Я не знаю, возможно ли, что нас покажут в будущем со стороны. Но, скорее всего, навряд ли. Потому что выигрок такого рода, главное... Это... Короче, чтобы ты чувствовал себя главным персонажем. Я не могу сейчас выговаривать сложные слова, я устал. Заплетается это у нас. Это что за херня тут ползает? Я не пойму. Я еще в подземелье не понял. Ну, вы кто? Какие-то черви? Или кто? Так, что? Ну, судя по архитектуре, это у нас какой-то выход, что ли? Ага. Понятно. Сюда я не хочу. Так. У нас остается один путь. Там лесенка наверх вела. Видимо, туда. А, еще дверь. Давайте пойдем пока в дверь. Будем все проверять по часовой стрелке. Так, что у меня... По заданиям. Какая-то органическая масса перекрывает проход в камеру переработки. Можно ли ее растворить? Конечно, можно. Сейчас мы этим, похоже, будем заниматься. Блин, эти ветерки, конечно. Так. Лаборатория. Лаборатория, это хорошо. А тут у нас что? Винный погреб. Ну, бухать пока рано, я думаю. Поэтому пойдем в лабораторию. Тут у нас какие-то непонятные тексты. Неужели я это делаю? Так. Тут у нас темень полная. Можно поджечь вот это? У нас 9 трутниц. Так. Вот. Отлично. Ну, в принципе, по-моему, тут для этого и нужны, чтобы освещать себе ключевые точки. И в итоге... Чтобы с головой все в порядке было. Так. Что у нас там такое? Хорошо. Ладно, не буду тратить трудницу. Тут у нас завал. Твою мать. С другой стороны завала, по-моему, ничего хорошего нас не ждет. Там внизу где-то я видел дверку. Видимо, нам в нее. Так, тихонько. Что-то у нас там внизу. Так, блин. У нас двери нет. У меня вообще давно уже сформировалась привычка закрывать за собой двери. Куприта. У нас, видимо, куприт. Она сейчас молодая. Короче, нам нужен куприт и одна часть водки, чтобы выпить, что ли, для храбрости. Так, давайте возьмем вот листок. Сейчас мы, видимо, будем его читать. Так, подожди, что-то напугался опять. Давайте вот канделябр подождем. Чтобы он в себя пришел. Так, склянка. Видимо, пустая. Так, ну озвучки нет. Давайте сделаем, как обычно. Я буду просто сейчас перелистывать. А вы, если вам интересно, ставьте на паузу, читайте это. Я это обязательно прочитаю после того, как уже запишу это видео. Просто мне сейчас неохота тратить на это время. Так, тут я вижу у нас... Так, с этой стороны открывается. Очень удобное управление. Мне очень нравится. Необычное самое главное. Такого я еще нигде не видел. Так, не будем отсвечивать. Там внизу у нас что-то нехорошее. И что-то мне кажется, что если я сюда наступлю, то я провалюсь. Это что? Масло. Масло. Это тоже хорошо. Так, ну мы взяли склянку. Перенос химикатов. Это вы тоже прочитаете. Так, у меня похоже, новое какое-то задание, что ли? Химические ингредиенты были принесены в винный погреб. А, вот и что. Судя по всему, четыре химических компонента можно смешать для получения сильной кислоты. Я даже знаю, куда ее использовать. Так, сейчас нам, видимо, надо в винный погреб. В Багдаде вроде спокойно. Хорошо, поднимаемся. Интересно, можно забрать трутницу или нет? Навряд ли. Так, выходим обратно в холл, идем в винный погреб. Кто там кричит? Какой-то женский голос. А ну и хер с тобой. Мне в винный погреб надо. Какая-то девушка, судя по голосу, милая, кричала Нет, не трогай меня. А мы идем в винный погреб. Ага. Хрен бы там. Нам нужен ключ. И, видимо, нам все-таки надо идти на этот звук. Как бы мне не хотелось обратного. Вроде никого. Эта дверь у нас что-то заколочена, что ли? Не поддается. Не открывается. Тут опять же завал. И тут я вижу трутницу. Ну пока как-то скорее напоминает Silent Hill тем, что особо пугающих моментов нет. Просто такая тревожная атмосфера. Я бы не сказал, что это сильно страшно, но мне очень интересно, по крайней мере. Хотя это только начало. Видимо, просто нас пока готовят к самому кошмару. Так, в архив этом не надо, не надо. А тут у нас что? Очередная заколоченная дверь и очередная трутница. Давай, бери. Хотел сказать, Джек. Привык играть в колокутулку. Но здесь нас зовут Даниэль. Это просто Дэн. Дувр, Кентербери. Мы, видимо, находимся в Англии. В каком-то английском поместье. В каком-то замке. Ух ты, красивый интерьер. Потихоньку идем вперед. Здесь у нас похоже. Не знаю, для чего была нужна эта комната. Ну, видимо, тут перебирали архив. 16 мая 1839 года. Беспощадное африканское солнце по-прежнему мешает экспедиции. Копать невозможно до заката. До сих пор ума не приложу, как профессор Герберт обнаружил в этой пустыне нужное место. Я снова спросил его про гробницу, а он в ответ рассказал мне, легенду о Тинхинан, матери всех людей. История, конечно, занятная, но я теперь просто уверен, что он что-то скрывает от меня. Тем вечером в песке мы обнаружили проход, который вел в подземное каменное строение. Профессор уверен, что это гробница, которую мы ищем. Он приказал расчищать ход, хотя была уже поздняя ночь и жуткий холод. Завтра я поведу людей в гробницу, попытаюсь добраться до усыпальницы. Что бы не скрывал от меня профессор, мы наверняка найдем тут что-нибудь стоящее для британского музея в Лондоне. Так, история все еще проясняется. Но мы точно в Британии находимся. И, видимо, мы спустились в какую-то гробницу в Алжире и взяли там что-то не очень хорошее. Ага, открывается. Что, собственно, скорее всего, и послужило причиной того мрака, который творится в этом замке. Так, ладно. Здесь у нас ничего нет, кроме этого дневничка. Вот у нас прекрасная комната, в которой какие-нибудь подсвечники есть. Давайте подожжем. Очередной какой-то дневничок. Читайте его. Контракт Бельзельма. А, подождите-ка. Как это так? Нет, никто. Это записи, контракт. Его надо покрутить вниз. Или нет? Ну да ладно. Нашим легче. Так, это мы пока уберем. Давайте полазим в столе. У нас трудницы. Это хорошо. Одну взяли, одну потратили. Дебит-кредит. Так и все похоже. В этой комнате больше ничего полезного я не вижу. Красивое помещение, надо сказать. Каталоги. По-моему, по-английски каталоги не так будут. Ну ладно. Оставим это на совести разработчиков. Очередная какая-то картина. В Древней Греции, что ли. Непонятно. За столом ничего нет? За креслом. Что у нас здесь? Здесь у нас комод. В комоде у нас... Ничего нет. Ладно. Очередная записочка. 15 мая. О! 1839 год. Руки дрожат. Но я должен написать о случившемся. Иначе боюсь, что забуду что-нибудь. Из-за нервного потрясения. Сегодня я с несколькими рабочими отправился в гробницу. Факелы горели тускло в затклом воздухе подземелья. Арабы оказались суеверны. Они были напуганы и громко спорили. Меня начал доставать их галдеж. И собравшись силами, я прикрикнул на них, чтобы шли вперед. Мы спускались по скатам и разбитым ступеням гробницы. Меня удивило, что проход был высечен очень грубо. Мы думали, что гробницу построили в четвертом веке. Но камни казались куда древнее. Извилистый коридор привел нас в огромный зал. По стенам стояли статуи, подобных которым я в жизни не видел. Они были выполнены с величайшим мастерством и казались странно знакомыми. Меня до сих пор преследует это чувство. В конце зала была огромная каменная плита, которая закрывала путь дальше. Я приказал поднять ее. И стоило мне пройти в узкий проход, как плита рухнула. Я был в ловушке. Да, действительно, не просто все оказалось в этой экспедиции в Алжире. Но, среди прочего, я понял из этой записи, что сейчас на дворе 19 век по игровому летоисчислению. 1800 какой-то там год. Так, ну физика меня радует. Радует меня физика. По инерции выкатилась трутница. С самого дальнего конца ящика. Тут у нас книжки. Ну, собственно, ладно. Положим ее сюда. Да и хрен с тобой, не хочешь, не надо. Так, что у нас здесь? Пока не хочу. Ни в коей мере. У меня еще тут дела есть. Допустим, вот эта комната. Ох ты, какая красивая зала. Да, дизайнеры игры не зря едят свой хлеб. Очень все круто. Красиво, приятно. Ух ты. Да, прям музей. Твою мать, там кто-то есть в этом коридоре. Ты че не открываешься-то? Твою мать. Так, туда мы пока не пойдем. Неохота че-то. Твою мать, я лучше туда пойду.